Славься, Господь и Господь Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, присутствующие здесь в храме и включивших наш интернетовский канал и смотрящих нас в наше богослужение, я вас всех приветствую с победоносным приветствием пасхальным. Христос Воскресе! В истинном Воскресе! Сегодня мы в Евангелии, 4 воскресенье после Пасхи, услышали замечательное евангельское чтение от Иоанна Богослова «Расслаблено». В Евангелии рассказывается о том, как один несчастный иудей 38 лет лежал у овечьей купальни на восточной стороне Иерусалима, или как старого города Иерусалима ныне, где сохранились развалины того самого дворца и купальни. А купальня была наполнена чудодейственной водой. И время от времени ангел Господень по воле Божией возмущал эту воду, проводил ее в движение. И первый из тех, кто был болен и находился в овечьей купальне, первый, кто попадал в эту воду, исцелялся, как сказано в Евангелии, от любого недуга, которым он или она страдали. И вот однажды Господь, находясь в Иерусалиме, по дороге в храм Соломонов, овечья купальня находилась как раз там, где был непосредственный вход в храм, и вот там овцов приготовили к жертвам, всесожжению. И вот Господь вошел туда, в это царство несчастья, и видел этих множество людей, хромых, сухих, глухих, слепых, и обратил внимание на этого расслабленного. Конечно, Господь, будучи Богом, знал, что этот несчастный много десятилетий находится там в надежде на исцеление. И Господь подходит к нему и задает ему вопрос, хочешь ли выздороветь, хочешь ли быть здоровым? Ну, как иначе мог бы ответить любой человек, даже если он чуть-чуть приболел? Конечно, хочет почувствовать себя хорошо, исцеленным, а тем более человек, который 38 лет лежит в надежде получить исцеление. И всякий раз опаздывал. Ну, опаздывал почему? Потому что он ответил Христу, да, Господи, хочу быть здоровым, но нет у меня человека, который бы мне помог. Потому что было очевидно, что сам он не мог двигаться, он был парализованный. Парализованным быть даже в наше время ужасно. Даже когда вот есть всякие приспособления поднять парализованного человека, помыть его, подлечить, ну, как-то окружить его комфортом. Вы представляете себе в 35-м году нашей эры, после Рождества Христова, каковы были санитарные условия. Так что, плюс ко всему прочему, этой ужасной болезни, холод, зной летний, и не было человека, и не было никаких условий, чтобы человек мог бы жить или страдать в удобстве хотя бы, если так можно сказать. Нет, не было у него человека. И вот Христос на него обратил внимание и стал этим самым человеком, который помог ему. И даже этот расслабленный не должен был войти в воды с Иллуамской купальни, то есть, простите, овечьей купальни, а просто по одному слову Господню. Господь сказал, встань, возьми постель твою и ходи. И вот этот расслабленный встал, и, как приказал ему Спаситель, взял постель и начал ходить. И вы можете представить себе, какую радость, какое облегчение он испытал после стольких лет страданий, стольких лет ожиданий человека, который стал бы для него помощником. И, повторяюсь, Господь стал таким человеком. Все в этом Евангелии удивительно. Удивительно и сила, и слава Господня. Удивляет терпение этого несчастного человека, который не потерял веру, не потерял надежду, а терпеливо ждал и дождался своего часа. Удивительное явление, вот этот Силуамский купальня, где люди получали исцеление. Удивительное Евангелие. И очень поучительное для нас, братья и сестры. Потому что мы живем в 21 веке, в 20-м жили. И мы видим, что вот технический прогресс, который развивается со страшной силой, и даже при нашей жизни нам трудно сейчас представить, как мы жили без интернета. А ведь это только в начале 90-х годов появилось это все для широкой публики. Медицинские изобретения, всякие препараты, лекарства. Все это научный, технический прогресс приносит нам. Но, как оказывается, это далеко не для всех. Это только для избранных. Только для самых развитых стран можно пользоваться всеми этими благами. И, с другой стороны, сколько вот этот научный прогресс принес ужасного в нашу жизнь. 20-й век, наверное, был самым жестоким, самым жестоким веком за всю историю человечества, когда столько мировых войн было. Была придумана водородная бомба, атомная бомба, которая может принести огромное количество смертей. И множество других изобретений, которые якобы приносят пользу человеку, но мы видим, что оно, наоборот, может быть, даже губит человека в каком-то смысле. А цифры по абортам и в России, и в Америке десятки миллионов детей в наш прогрессивный век уничтожаются благодаря научному прогрессу. Да, многие люди знают об этом прогрессе, не могут пользоваться, и где-то в душе кричат, как сказал этот расслабленный, «Нет у меня человека, который бы сделал это доступным мне, вот эти блага научные». Об этом можно было бы много-много еще рассуждать. Но я хотел подчеркнуть еще то, что Церковь 4-е воскресенье после Пасхи предлагает нам это евангельское чтение, оно всегда читается в этот день, 4-е воскресенье, потому что хочет настойчиво довести до нашего сознания, что Христос может быть для нас тем человеком, который запомнит наше одиночество, который придет к нам на помощь. И с другой стороны, Христос говорит, что мы, люди, должны стать человеком для другого человека, для нуждающегося человека. Вы помните, два с половиной или три месяца назад, почти накануне Великого Поста, мы читали, мы слышали евангельское чтение о страшном суде. И в этой беседе о страшном суде Господь говорит, что если мы помогаем хоть самому несчастному человеку, любому человеку, мы оказываем помощь ему самому. И если мы служим Богу, служим Христу, мы не можем не служить ближнему. Все это взаимосвязано. Так что, дорогие братья и сестры, нам не надо проходить мимо чужой нужды, а наоборот, остановиться, сделать паузу в своих жизнях и сделать что-то. Если мы не можем помочь деньгами, не можем помочь другим путем, мы можем хотя бы помолиться за человека, это будет тоже великая помощь, потому что много может молитва праведного говорить Господь. И вот еще хочу тоже сказать, что у нас тоже есть эта купальня чудодейственная, дорогие братья и сестры, которая приносит нам живительные воды, целебные воды. И эта купальня – это церковь, это храм. Оживительные воды – это та благодать, которую мы получаем в церкви в таинствах и других священно-действиях. Так что будем почаще прибегать к этой купальне, жить в ее таком окружении в мире. И мы тоже получим исцеление души и тела. И мы получим путь в вечную жизнь. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбия, всегда, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Слава тебе, Христа, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok